Друзья, всем привет! Сегодня у нас стоит дождливая погода, целый день идет дождь. Предлагаю вашему вниманию ролик по испытанию наших волковых грабелок. Граблей волковых. Первая часть ролика, как я собирал колеса, на примере одного колеса. Возможно, кому-то это будет интересно. Если не интересно, пожалуйста, передвиньте по лозу. Где-то около шести минут я собирал одно колесо. Ну, там очень долго, медленно рассказываю, показываю. Вторая часть испытания. У нас там испытывали мы на нашем покосе, в Луке Болоткиной. Там было кое-что не собрано, ну и вот так вот испытывали на тракторе Т-25. Грабли уже прошли эти испытания, и мы уже ими успели поработать один день. Работают они отлично. Я вам скажу, сожалею о том, что не купил две половинки на две половинки. Это гораздо быстрее собирать и лучше. Вот так вот. Ну, там волок, естественно, побольше. С двух, с двух половинок. Ну, это, конечно, было бы дороже. Денег было только на эту. Ладно, не будем лить воду, потому что она и так вон с крыши капает, все бежит. Предлагаю такой вот ролик. Смотрите, оценивайте. Испытывали мы на тракторе Т-25. Так, продолжаем собирать колесо. Собрал уже два колеса, там лежит за мной, сзади меня. И вот самое главное дополнение, друзья мои. Тем дополнение для тех, кто будет собирать данные колеса. Вдруг кто-то купит такие грабли, и у него будут не собранные колеса. В принципе, здесь ничего сложного нет, можно собирать. Главное расположить вот эти иглы под нужным углом. Сначала потому, что я ставил под таким углом, и у меня не получилось. Даже я взял вот болгарку, он сзади меня лежит, и стал вот подпиливать. Ну, тут кончики, края тут не подходили кое-что. Но, друзья мои, самое главное, потом допер я, надо расположить все вот эти иголки под нужным углом, правильным углом. Как он высчитывается, здесь, я думаю, каждый должен разобраться для себя сам. Потому, что я могу говорить так, а вы меня не поймете, возможно, так. Так что все это подходит идеально. Все это замечательно. Все сочетается, все подходит, ничего не надо подпиливать. Ну, я тут немножко подпилил на тех колесах, но ничего страшного. Потому, что я буду эксплуатировать эти грабли сам. Никому, надеюсь, в пользование не буду давать. А если и буду давать, то буду очень строго как-то стараться следить за тем, чтобы они правильно эксплуатировались. Правильно эксплуатировались, то есть, как можно меньше подвергались каким-то стрессовым ситуациям. Вот так вот все это подходит идеально. Думаю, сегодня, если сейчас будет свободное время еще, соберу остальные два колеса. Напоминаю, грабли у меня пяти колесные. Два колеса уже вон собраны. Сейчас еще вот это я дособираю. Так, вставляю еще специи. Вот так вот. Так. Все это хорошо, идеально подходит. Сначала я тоже думал, о, блин, неправильно что-то надо там пилить, подпиливать. Ничего не надо, друзья мои. Все это хорошо подходит. Так, вот видите, все нормально. Сейчас положим такие вот сейчас ложим такие прокладочки. вот так вот располагаем. Самое главное, чтобы все зубья лежали в одной плоскости. Один на другой не цеплялся, потому что в рекомендациях, как говорится, лучше всего, чтобы это все подходило. Идеально. Так вот. Так вот. Вот уже заготовлены у нас гайки, гравера. Все это, повторюсь, в комплекте было уже. Раскладываем. И начинаем. Так вот. Каждое на свое место. Для того, чтобы поджимало в каких-то полевых условиях рабочих не было. Каких-то в нештатных ситуациях. так можно сказать. Так, 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 так. И так. Ну все. Гравера лежат. И теперь закручиваем. Затравляем гайки. Так вот. Сейчас, когда затянем эти гаечки, можно будет протянуть их. Кручком. Так, вот у нас уже еще одно колесо собрано. То есть не составляет никакого труда собрать данные гравы. Так вот. Ваши мячом срока срока мячом Нежал гадет мячом зимов лоска мячом Все, пожалуйста, готово. Передное колесо низковато сидим, надо его выстрелять и возить таскать, мы будем их, наверное, скорее всего на МТЗ учимся, потому что 25, как думает, вот поднял трансфер и везти в транспортное положение нельзя, потому что тогда надо на рычагах переставлять, и еще не на МТЗ. Конечно, толкать-то этим лучше, чем тем. Солярки, потому что... Чего? Оттолкать на МТЗ? Лучше. Ну давай, сейчас еще раз проедем туда и назад идем. Хорошо. Собирал что-то не было. Дикита, вон там и что плохо подобрено. Иди туда. У кустов там? Да, у кустов там. Так, теперь деда Петя сел за руль. Все бы ничего, переднее колесо сильно низковато. Ну хорошо, а эти низковато, надо еще это... Не, не так. Ниже надо опускать. Ниже. 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 Ниже.